Продолжение следует... Продолжение следует... Очень сильное затопление, очень высокая вода, более 2000 домов было затоплено, 22 населенных пункта. Пострадало более 4,5 тысяч жителей. Сейчас у них вода спала, но это произошло из-за того, что образовалось два затора. Один в Демьяново, пониже Устюга, и второй напротив Приводино. Даже пришлось применять силы, средства военно-воздушных сил, бомбили там, действительно бомбы сбрасывали. И 19-го числа, когда заторы были устранены, мы получили предупреждение о том, что возможно резкое повышение воды в реке Северная Двина до уровней опасных явлений. И мы приняли решение 19-го числа с 14.00 ввести режим ЧАЭС. Он нам развязывает руки, мы вводим определенные действия. Что было сделано по 46-му лицезаводу, это то, что мы, во-первых, оцепили микрорайон, потому что очень много желающих с города приезжало посмотреть на обстановку, что здесь происходит. Это все мешало технике работать. И поэтому вот с этого момента сейчас работает круглосуточно пост и пускают сюда только жители микрорайона, либо ваших родственников. Значит, как работают наши силы и средства? То есть у нас установлено постоянное дежурство силами ОМВД России Котласки, полиция. То есть они дежурят здесь на въезде в микрорайон, пропускной режим определенный. Плюс постоянно здесь находится пост внутри, то есть в любой момент звоните, если какие-то есть вопросы. Второе. Значит, у нас здесь постоянно дежурят силы МЧС, ГИМС, это служба по маломерным судам. Значит, наши представители администрации Комитета гражданской защиты находятся. И, в принципе, здесь постоянно все время находятся наши специалисты. Мы мониторим ситуацию каждый час по уровню воды. Все это нам приходит на телефонные смски. То есть я знаю, и мои коллеги знают уровни воды, как развивается ситуация. Значит, по вычиге, пока последние полтора суток вода стабилизировалась, она стоит. И, в принципе, пока вот эти дни неспокойные. Но расслабляться, еще раз повторюсь, нельзя. Да, еще очень важно. Значит, мы провели по квартирной сплошной обход. Значит, мы на сегодняшний день имеем информацию, кто принял решение о предварительной эвакуации, да, Юлия Вячеславовна? Сколько у нас точно? 299 человек, из них 123 нуждаются в пунктах временного опущения. 123, 293, да. То есть частично кто-то поедет к родственникам знакомых, кому-то нужна помощь в размещении пунктов временного размещения. На сегодняшний день у нас с микрорайона выехало, по нашим данным, 6 человек. Значит, женщина с ребенком находится у нас в пункте временного размещения. И, значит, 4 пенсионера у нас также выехали. Трое из них находятся на сегодняшний день в Котловской центральной городской больнице. И один находится у родственников. Вот у нас в 12-м году было 25 сантиметров на полу. Но никакой вот такой укрепленности не было. А вот сейчас вот так вот укрепили. Ладно, пускай дома, лишь бы не было дома. У меня двое маленьких детей. Значит, да, вот еще... Понятно. Значит, вопрос вот какой. Смотрите, вот то, что мы сделали дамбу, это не значит, что вы защищены сегодня от затопления. Мы этой дамбой только подняли уровень. То есть если вода превысит, по нашим данным, 720 сантиметров, то эта вода зайдет уже и через дамбы там вот внизу. И она через лесозавод зайдет. То есть это зоны, которые просто мы закрыть не можем. Это ну просто высокая вода. А у нас тоже пища на 19-м. Понятно. Поэтому если там вода зайдет, то в любом случае мы уже не остановим. Так же, как и в Устьюге. У них защита работает до определенного уровня. Но когда превышает уровень воды и эту защиту, то все равно вода зайдет. Мы пока закрыли детский сад для того, чтобы у нас дети спокойно... Они все ходят в садики, у них есть места. Мы просто их в Лиминду перевели. То есть они спокойно ходят. Там, в принципе, никаких проблем нет. То же самое по детям, которые ходят в школу. То есть по их... Я попросил каждого, значит, сейчас состоит на учете. То есть если ребенок в школе не появляется, значит, сразу созваниваются с родителем, выясняют, почему ребенок не пришел. То есть закрыли почту. Почта закрыта? Так, разберемся. На контроль возьмем почту. Почему-то почта закрыта. Никогда не закрывали. Так, разберемся. Значит, почему он не работает. Должна работать. Мы вывезли ее тоже в садик. В садик. А, ее вы... Это они сами вывезли, да? В начальство. Вода, приказ дали. То есть дали приказ. Ладно, мы разберемся. То есть у вас есть определенные трудности по получению услуг теперь, да? Да. Пока. Хорошо. Разберемся завтра. Так, еще вопросы, пожалуйста. Еще вопрос такой, то что в 2012 году вода поступила со стороны, там где пожарный выход, а его не укрепили. Может, она в этом году так же зайдет. Нет, тупая. Там где пожарный ров, там где лесопилка. Там где лесопилка. Свалка, да, там со стороны свалка. Так, Эдуард Юрьевич. Эдуард Юрьевич, мы ходили, то есть жители показывали. Но сейчас, то есть пока у нас опасное место, песчанное один. То есть если там промоют, то вода отсюда быстрее попадет. Ну давайте я еще тоже добавлю, прокомментирую. Мы в том году этот пожарный ров засыпали. Но сейчас там высоты берега хватает. В случае необходимости, вот эти, которые у нас запасы грунтовой нефтебазы находятся, они же рядышком расположены. Здесь подвоз 5 минут. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос не... Да, мы, значит, весь грунт практически уже использовали. Сегодня завозим дополнительно. То есть у нас сразу, как только мы увидим сложную ситуацию, прибудет дополнительно техника. И она будет в режиме уже, скажем так, оперативном. Сразу где-то необходимым мы подсыпем там. Если все равно вода будет высокая, она все равно зайдет. Что бы мы ни делали здесь. Мы не можем 10-метровые дамбы здесь построить вокруг 46-го лесозавода. Мы чувствуется забота все равно. Нет, ну мы стараемся, конечно. Я еще скажу, у нас здесь дополнительно находится силу МЧС. Да, вот в форме работает. Это приехали с Архангельска. Здесь они разместились сейчас в Лиминском речном училище. То есть по тревоге они в любой момент в течение часа здесь также собираются. Ну плюс наши силы, средства сразу же сюда съезжаются. Поэтому мы как бы готовы к ситуации, к худшей ситуации. Будем надеяться, что мы не допустим. Но это все зависит от природы. То есть, ну как бы... Конечно, тогда в 12-м сразу эти... Вым и вторая река там сразу обереги. Сейчас вот начинаются теплые дни, по прогнозу. Будет очень тепло. И скорее всего, что там будет массовый такой исход воды. Страшно. Пожалуйста, еще вопросы. Ну вы за заботу целых. Да, спасибо. Спасибо. Вот у нас у людей есть частные лодки. А ГИМС, я звонил оперативному дежурнику. Если навигация не открыта, значит я не имею права выйти на своей лодке. Хотя у меня права, все, мотор есть. Если я выйду, примерно у меня же страх деду, да? А зачем это мне? В 12-м году мы как-то этот вопрос здесь на собрании решали. Почему сейчас не можно взять этот вопрос? У нас по аналогии с прошлым годом открывалась навигация 25-го. Но сейчас она была... Да, совершенно верно. И тем, кто необходимо было выйти раньше времени на лодке, воспользовав своим маломерным судном, обращались непосредственно к его руководителю ГИМС. Заключался договор о применении маломерного судна. Судна, это сам судно, в случае ЧАЭС. Это же мастер-бюрократия. Я что, должен ехать в город ГИМС? Заключать с вами дёгар. А если я вон там сам в конце живу, если она придёт, у меня лодка стоит уже. Мне что, уже нельзя на своей частной лодке, нельзя мне выехать, выходит, да? Я думаю, вы телефон это ведь знаете. Я знаю, я вот сегодня утром звонил... Значит, давайте договоримся... Я сегодня утром звонил оперативному дежурному по городу, он сказал, не имеешь права, вот всё. Давайте договоримся следующим образом. По опыту Устюга, что произошло? Значит, все граждане, которые имеют лодки, выехали все, значит, на... И, в общем, там такое движение началось, что министрам МЧС было принято решение о запрете вот как раз использования. То есть там работают только спецсредства. Они должны быть полностью оборудованы. То есть здесь это не Венеция у нас, да, что тут раскатывать. Это только для экстренной эвакуации, подвоза продуктов и так далее. У нас и так 13 лодок на вот этот микрорайон. Нам их достаточно. Что касается вас, значит, давайте так договоримся. Если время придёт, мы конкретно каждую ситуацию будем рассматривать. У нас здесь будет постоянно штаб. Значит, либо он будет здесь находиться, либо передвижной штаб на машине. И в этот штаб придёте или приедете, приплывёте. И мы каждую ситуацию отдельно разберём. У кого они лежат? На переправе. На переправе они. У Емельяна. Кому они нужны? Кто так делает? Если они не знают, да хотя бы... Не, минутку. Значит, ещё раз. Уровень воды в разных домах был разный. Значит, то, что там сделаны небольшие, мы просто взяли обычные поддоны и их распилили. Если вам необходимо сделать поддоны более высокие, и вам нужна помощь, обращайтесь, завтра вам это всё сделают. Там поддоны не надо. Просто козлы... Это вам не надо. 70 сантиметров козлы... Вы поймите, если бы у вас дома были все в одном уровне, наверное, мы бы тоже это всё и учли. Но есть дома, где затопилось совсем немного. И у нас уже, кстати, очень много их разобрали, потому что у кого-то там дома повыше стоят, им достаточно такой высоты. Если вам надо побольше, обращайтесь. Мы вам даже... Значит, придут помощники, вам помогут эту мебель поднять. Если... И придут, просто доски принесут и сделают вам той высоты, которую вы скажете. Давайте будем надеяться на лучшее. Спасибо, что пришли. Вот, будьте внимательными. И выходные для нас очень такие ответственные будут. Одни, низкие, и ещё один. А у вас какой адрес там? 4-0. Правда, 4-0. Думаешь, ноги спустишь, воду, да? Воду? Ноги спустишь, с дивана, водичку. Да, перестань. А у нас не слышно? А у нас дает баба баба баба. Диван, не ворчи. Мне не потребуется, я обратно.